Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые зрители нашей лекции в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Сегодня мы продолжаем наш методический лекторий по историческому краеведению и отправляемся в Хабаровский край, а именно в среднюю школу номер 49 имени Героев Даманса, для того чтобы победитель всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, что Богданова Вера Николаевна поделилась своим опытом работы с школьниками именно в области преподавания истории родного края. Вера Николаевна, здравствуйте! Очень рада вас сегодня видеть с нами в эфире. Уверена, что лекция будет очень интересная. Мы видим, как вы подготовились. Я уверена, что у вас очень много интересного материала, которым вы сегодня поделитесь с нашими зрителями. С удовольствием передаю вам слово. Добрый день всем! Я учитель истории школы номер 49 города Хабаровска. Школа героическая имена Героев Даманса. Я Богданова Вера Николаевна. И как, наверное, не только учитель истории, а вообще даже как человек, хотела бы, чтобы мои ученики были богаты знаниями о своем городе Хабаровске, о Хабаровском крае и о Дальнем Востоке, чтобы любили свой край, свой город. Ну и, конечно, оставались жить на Дальнем Востоке, здесь в городе Хабаровске. Гордились, что они жили и живут в таком городе Хабаровске, городе Ленинской славы. Свою работу я обычно представляю вот в такой модели. Это пятиконечная звезда, которая показывает направление нашей работы. А вот я, конечно, сегодня за время, которое не обведено, все не представлю. Но я бы хотела рассказать об одном направлении. Это работа с ветеранами, это святое святых. Уже сложилась такая традиция в нашей школе, что мы проводим конференции старшепластиков по теме Великой Отечественной войны и уроки мужества, посвященные снятию блокады Ленинграда. И, конечно, почетными гостями всегда ветераны Великой Отечественной войны. К счастью, к лучшему, что они жили, что они есть в нашем южном микрорайоне. Для этого мы сотрудничаем тесно с Советом ветеранов, ветеранов индустриального района. И как только эти наши замечательные, почетные гости появляются на наших конференциях и уроках, это целое большое событие в школе, потому что это люди, которые своим героическим примером показывают нашим детям свой подвиг во время войны Великой Отечественной войны. Дети узнают не по страницам учебника, а вот из уст и уроков войны. Как только они появляются с ординальными медалями, все педагоги из школы, родители, ребят, сами ученики очень гордятся, что у них, например, сегодня была конференция и урок мужества, и что были ветераны Великой Отечественной войны. Это не значит, что мы провели конференцию и урок мужества, и все, не поддерживаем больше никаких отношений с нашими замечательными, уважаемыми, дорогими людьми. Мы проводим акции «Открытка ветеранов», мы проводим акцию «Забота», мы все время встречаемся с ветеранами, записываем видеосюжеты, видеоролики, представляем на различных конкурсах. Ну, а самое главное, наша музейная комната пополняется этими видеозаписями. На каждой конференции, на каждом уроке у нас огромное количество после таких конференций фотографий и видеозаписей. Вот у меня в руках вот такие вот две, я только пока могу показать, короткие. Это видеозаписи, плюс видеозаписи на флеш-накопителях. И как только проходит, например, урок мужества, мы оформляем все вот в такие папки файлов. То есть, например, были ветераны войны, которые детьми пережили блокаду Ленинграда. Поэтому мы сразу фотографируем, оформляем вот в такую папку, пополняем свою музейную комнату, потому что я не только учитель истории, а еще руководитель музейной комнаты школы. И вот таких оформленных материалов у нас очень много. И мои ученики, они знают о каждом ветеране, и когда они представляют свою музейную работу, они рассказывают о всех наших почетных гостях, которые были на наших конференциях и уроках мужества. Мы еще живем в таком микрорайоне, где стоит наша школа, и на Геройческой улице. Это улица Рокоссовского. А еще наши ученики проживают рядом, здесь же с нашей школой, улица Малиновского, улица Героев-Понтейловцев, улица Пахачевского. И, конечно, наши ученики знают не только об этих предающихся полководцах с уроках мужества и конференции, но мы еще очень тесно сотрудничаем с музеями города. Мы очень тесно сотрудничаем с архивом города Хабаровска. И поэтому ребята пополняют свои знания вот еще не от того, как мы посещаем музеи. В Краевическом музее для нас, для школьников, для школьников вообще всех школ города Хабаровска работает музейная академия. И поэтому мы который год являемся студентами этой музейной академии, мои ученики. И когда они выпускаются, они получают дипломы. И за время, пока они посещают эту музейную академию, при музее Краевическом, перелине выступают научные сотрудники, обогащают моих учеников знаниями. Мои ребята задают огромное количество разных вопросов и получают на них ответы. Поэтому знания о своем родном городе у меня, конечно, есть. Еще наши улицы города носят имя наших замечательных поэтов и писателей. И вот, к счастью, мои старшие ученики застали, пока живы были, такие писатели, как Наволочкин Николай Дмитриевич. Он писал о войне, он был участником Великой Отечественной войны. Замечательный писатель Дальневосточный клипинь Владимир, который тоже был участником войны, который пишет о войне. Их уже нет. В этом году, осенью, в сентябре, дом, где жил Криппинь, была прикреплена мемориальная доска. И все мы, я и мои ученики, мы участвовали в торжественной церемонии открытия, возлагали там цветы. Ну и замечательный есть у нас Дальневосточный поэт, это Кохан Евгений Кириллович Узник. Он с лагеря, прошедший вот такую суровую школу жизни, который пишет о таких же людях, мужественных, как он. Он детский поэт, пишет очень много стихов. И он постоянный гость нашей школы, нашей конференции, наших уроков мужества. Ну и мы тоже, о нем сделали огромное количество записей. Ну и тоже, например, вот у меня есть такая бабка, где он тут с моими учениками. И полностью, здесь его и биография, и книги он нам оставил в подарок и сделал дарственный надпись. Ну я бы хотела сегодня еще побольше рассказать, вот на моей презентации. Здесь вот как раз кадры с конференции уроков мужества, где почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны. Но я вот сейчас приближаюсь к своей теме, к одному направлению. Это работа с общественной организацией городской Даманцы. Ну раз школа носит такое героическое имя, герой Даманцы, то мы находимся в таком тесном сотрудничестве с героями Даманских событий. Много лет эту организацию возглавлял князь Александр Леонидович. Сегодня ему уже далеко за 70, и он немножко отступил от своей деятельности. Хотя был таким очень активным и самая запоминающаяся для моих ребят – это экспедиции «Дорога памяти» на остров мужества Даманской. Ну вот на презентации, на экране князь Александр Леонидович. Такой мужественный человек, сам участник Даманских событий и постоянный гость наших мероприятий. Он приходит не только один со своими воевыми товарищами, но и немножко потом попозже я скажу, как у нас проходит день 15 марта. Это уже традиция, это ежегодно. И вот первая экспедиция «Дорога памяти» состоялась в 2012 году. В нашей школе два Даманских класса. Один Даманский класс выпустился из школы, а сейчас Даманский класс, который учится в 9 классе. Вот этот первый Даманский класс, они тогда еще были очень маленькими, они отправились в эту экспедицию. И во время этой экспедиции было перезахоронение солдат и офицеров, которые погибли на Даманском, с поселка Филино. Они были там захоронены в братской могиле. Ну и нужно было их перезахоронить на мемориальный комплекс в городе Дальневеченска. Почему? Потому что в Филино была воинская часть, и там была братская могила. Воинскую часть расформировали, и потом братская могила оставалась без присмотра, и вот решено было перезахоронить. Это правда была очень торжественная церемония, и надо было построить новый мемориал рядышком с тем, который был ранее. Ну и это незабываемая поездка для моих ребят. А в марте 2013 года эти же ученики первого Даманского класса вместе со мной мы отправились уже на более долгий срок, на целую неделю. Прибыли мы в город Мичгор, и там сразу познакомились с дальневосточным писателем Малащита, который пишет о Даманских событиях, который стал нашим большим другом, который является почетным гостем нашей музейной комнаты. И как только он приезжает в Хабаровск, чтобы издать свою новую книгу о мужественных людях своего города, он обязательно приходит к нам. И во время этой экспедиции 2013 года мы побывали на составах Демократа Леонова и Ивана Стрельникова. Ну, как вы знаете, что на этих составах есть тоже музейные комнаты, есть комнаты боевой славы, поэтому замечательные мастерские проведенные экскурсии, опять же, обогатили моих ребят знаниями, и мы очень много материала привезли в свою музейную комнату и даже в музей города Хабаровска. И пополнили экспозицию как в Краеведческом музее, так и в музее Краснознаменного Дальневосточного округа. А в 1914 году, когда мои ребята отправились тоже в эту экспедицию «Дорога памяти», мы там познакомились с учениками школы «Тела Пожарская» и стали с ними дружить, переписываться, отправлять друг другу, например, сценарии своих уроков, которые мы проводим, ну, или какие-то фотографии, и рассказываем о себе, какие у нас были мероприятия, например, открытие памяти, мемориальные доски, они нам рассказывают о своей жизни, о своей работе, о своей работе своего музея. У них музей, а у нас музейная комната. И вот на 1913 год, мои ребята были уже почти на выпуске, они перешли в 11 класс, это первый даманский класс, и мы снова отправились в долгую экспедицию. Прибыли мы сначала в село Каменный Рыболов, там очень много памятных мест, связанных с даманскими событиями и с темой Великой Отечественной войны. И дошли до Хасана, то есть в этой экспедиции мы были очень долго, больше недели, поэтому это незабываемые экспедиции, но самое главное, что они воспитывают наших ребят. Например, когда мы были на заставах Ивана Стрельникова, Демократа Леонова, ведь ребята перед собой видят мужественных пограничников, которые защищали границы нашей Родины. Это очень большой пример для моих учеников, и поэтому по окончанию школы многие мои ребята поступают в пограничный институт ВСБ России или военное училище. Вот когда мы встречались на заставе Демократа Леонова с военными, которые служат, что мои ребята видели, конечно, очень мужественных, сильных и героических людей. Поэтому все это остается в памяти на долгие-долгие годы. Сейчас мой первый выпуск, они уже взрослые, они закончили высшие учебные заведения, вот как раз закончили в этом 2020 году, получили дипломы, мы встречаемся, и они все время вспоминают вот эти институты Дорога памяти. Сейчас я классный руководитель Даманского класса, и тоже мои ребята в 2018 году тоже отправились в институте Дорога памяти. Посещались институты памяти, возлагались, то есть во всех кримониальных предприятиях участвовали. Ну и также экспедиция была долгая, от Лучегорска, в Дальневеченске ребята побывали, в Дальневеченске довольно-таки долго там побывали во многих музеях. Ну и, конечно, как только мы возвращаемся, это же не значит, что вот мы отправились в экспедицию, и все. Мы проводим уроки мужества, мы проводим искуски для всех учеников нашей школы, в нашей музейной комнате. У нас огромное количество материалов, фотографий, видеосюжетов, видеозаписей. Приходят нам участники Даманских событий. И вот после этих всех экспедиций на территории нашей школы открыта Аллея Героев Даманса. То есть как только мы подходим к школе, с правой стороны, в один за 7 людьми, ребята уже 2-го Даманского класса, я их прямо так и называю, мои юные патриоты, и участники Даманских событий высадили 5 рябин. Это, правда, было очень торжественно и очень почетно как для моих ребят, так и для всей школы. И сегодня мы рассказали об этом нашим ученикам, что когда вы идете в школу, обязательно посмотрите направо, потому что это Аллея Героев, тех героев, которые защищали и защищают нашу границу. И когда ребята высаживали эти деревца, то они были такие тоненькие, такие хлипкие, ну и мы все переживали, окрепнут ли они. И вот уже от 17-го года прошло 3 года, и вот осенью в этом году, в 20-м, эти рябины окрепли и налились такими красными, красивыми рябиновыми ягодами, как кровь, пролитая Даманцами в 1760-м году на снегу. Ну и я еще немножко хотела рассказать о том, что как только мы, например, отправились ту или иную экспедицию или какое-то у нас очень такое знаменательное событие, мы обязательно об этом еще рассказываем в средствах массовой информации. То есть я и мои ученики, мы обязательно публикуем материалы в газете «Молодой Даней Восточный» или это журнал «Музейные ведомости», ну для того, чтобы об этом знали все ученики города Хабаровска, все мои коллеги. Я еще обязательно рассказываю о своей работе моим уважаемым коллегам, чтям истории. Я очень часто выступаю на педагогическом совете среди своего коллектива, и мои коллеги знают о том, что, какая работа проводится, что здесь в нашем городе Хабаровске. Ну и вот чтобы доказать, что мои ученики очень хорошо знают город, особенно знают исторические места, которые связаны не только с даманскими событиями, наступает день 15 марта. В этот день были вызваны китайские провокаторы с острова Даманский. И в этот день довольно-таки большая команда моих учеников мы отправляемся на полный целый день по местам памяти. Начинаем мы от Вечного огня, с площади Славы, потом отправляемся в войскую часть Молочаевского городка, потому что там бюст Володя Орехова. Володя Орехов – это герой Советского Союза. И мои ученики пишут исследовательские работы о нем, потому что в 19-м году их было 50 лет даманским событиям, и ребята писали именно о героях, и о Иване Стрельникове, и о демократии Леонове, и о Володе Орехово. От Молочаевского городка мы отправляемся на Уфюристовый бульвар, там памятник пограничникам. И там тоже проходит митинг, возложение цветов. И вот у этого памятника пограничникам 28 мая, каждый год наша традиция. Мы тоже участвуем в мероприятии. Это тоже митинг, который посвящается этому знаменательному митинге пограничника. От этого места мы отправляемся в наш пограничный институт ВСВ России, потому что директором первого этого института был герой Советского Союза, участник даманских событий Виталий Бубенин. Он сейчас живет, живет он в городе Сочи, мы тоже с ним встречаемся. Он приезжал на юбилейные даты, 10 лет даманских событий. Встречаемся обычно в этом пограничном институте. И там Южный на территории пограничного института, всем героям даманских событий. И вот по Гран-институту мы отправляемся в Южный округ, там стела героям даманса. И почетное право открыть эту стелу в 2013 году было предоставлено нашей школе, моим ученикам. Потому что проделана огромнейшая работа. Единственная школа, которая носит имя героев даманса. И работа идет очень большая, такая кропотливая, плавотворная. И все об этом городе Хабаровске знают. И в этом нам поручили открыть эту стелу в даман. Ну и, конечно, результат моей работы такой, что вот этот второй даманский класс в нашей школе, это класс, который ребята 300 человек, все они носят форум, активно участвуют во всех церемониальных мероприятиях города Хабаровска. Они участвуют в открытии памятников мемориальных бюстов, послагают цветы. Но в 2019 году они приняли участие, хотя они еще были маленькие, они были только в 8 класс, они несли вахту памяти на посту номер один вечного огня. Ну, у нас очень много фотографий, у нас очень много, опять же, видеозаписей, которые сделали родители. Поэтому, когда они будут уходить со школы, конечно, они оставят о себе замечательную память. Проходит такое мероприятие в нашем городе Хабаровске «Россия. Будущее мы». И поэтому вот этот класс даманский, они еще и поющие. Поэтому они на этом городском мероприятии поют свои патриотические песни. Ну, если будет такая возможность, если мы еще когда-то подоставим слово, то я обязательно этот небольшой такой видеосюжет тоже представлю. Ну, вот, вроде бы у меня все. Всем спасибо. Если появятся ко мне вопросы, пожалуйста, давайте, спрашивайте. Я с удовольствием отвечу. Вера Николаевна, спасибо огромное за представленный вами рассказ. Очень интересная работа проводится с ребятами и действительно очень масштабная. Я уверена, что несмотря на то, что работа по краевидению, она является такой локальной, ваш опыт можно будет транслировать на другие регионы, что особенно важно для наших зрителей, для наших лекторов, которые также смотрят другие лекции своих коллег. Расскажите, пожалуйста, все-таки в работе вашей исследовательской и, в принципе, вот в работе, которая проводится в области краевидения, какой основной костяк возрастной принимают участие школьники? То есть начальная ли это школа, либо среднее звено, или старшие учащиеся? И расскажите, пожалуйста, вот особый вопрос, особенно, наверное, в последнее время он возникает, как привлечь к такой исследовательской деятельности старших учеников, учеников старших классов, которые сейчас очень загружены в связи с подготовкой экзаменов, экзаменом и так далее. Вот как все-таки привлекаются ребята к такой работе? Ну, у меня вообще здесь проблем нет, потому что, начиная я работаю с детьми, которые являются учениками среднего звена, ну и понятно, что только старшеклассники. Ну, я вот так вот темы, они как будто бы мне жизнь подсказывают. Мы когда были в экспедиции в 2013 году и встретили Малащенко, я сразу говорю своей ученице о ней, «Алина, все, мы пишем работу о писателе Малащенко». Мы его об этом сказали, он нам дал все данные о себе, вот, и мы написали он ему исследовательскую работу и представили ее на городскую научно-практическую конференцию, там Алина заняла первое место. Ну, вот смотрите, было 50 лет даманских событий, я в классе ученикам говорю, «Ребята, ну, тема-то благодатная, пишем о героях дамансов». Все, Володя Орехов, пожалуйста, Иван Стрельников, у нас есть улица в Хабаровске Ивана Стрельникова. Вот, и они с удовольствием пишут. Мы же еще очень тесно сотрудничаем с обществом «Боевое братство», это Афганистан, поэтому ребята тоже пишут исследовательские работы о героях, которые именно здесь, в Хабаровске, закоролены. Вот, я еще хотела сказать, что мы очень активно участвуем в этой акции «Дорога к Абелиску». У нас есть и закоронение афганцев, и мы там всегда наводим порядок, и там состоится всегда митинг. И на этом митинге приезжают уже такие солидные чины военные из этого «Боевого братства», и они рассказывают ребятам этих молодых парнишек, которые погибли в Афганистане. И сразу, ребят, тема. Все, мы будем писать об этих героях. Это у меня сочных писателя. То есть я всегда им подсказываю тему. Интерес здесь очень большой. Ну, наверное, очень много зависит от учителя. Еще, как ты их, наверное, сумеешь на этот путь направить. Ну, мои ребята с удовольствием. Мы даже когда работали в архиве, вот когда писали работу об Афганистане, у меня даже самой было многие моменты очень интересные. Я, например, о них не знала. И когда мы уже написали эту работу, я говорю, Алина, ну, посмотри, какая работа замечательная получилась. У меня тоже ученица моя, Алина Татиханова, ее сейчас знает, есть город. Потому что она закончила вуз и пошла работать Центр патриотического воспитания. Теперь учит молодежь, как продолжать вот эту работу, начать ее в школе. Видите, как работа может, школьные занятия могут стать, определить в итоге место в жизни, определить будущую профессию. Значит, действительно, очень увлекла такая работа ребят в школе. Это особенно важно. Именно продолжение и преемственность поколений, и в такой патриотической работе. Хотелось бы отдельное спасибо, наверное, сказать за работу, которая проделывается именно в области освещения локальных войн, о которых говорится меньше. Все-таки чаще работы посвящены годам Великой Отечественной войны. Очень важно и очень для нас сейчас значимо, что школьники поднимают и другие не менее важные темы, актуальные. За это вам тоже отдельное спасибо. И в продолжение как раз темы, наверное, и локальных войн, и вообще исследовательской работы, хотелось бы отметить еще такой момент, что подобную работу очень сложно, наверное, проводить без взаимодействия с общественными объединениями города, региона. Расскажите, пожалуйста, как проводится у вас в школе такая работа, с кем вы взаимодействуете, и как это взаимодействие налаживается? Ну, я уже сказала, общественная организация «Даманцы». Сегодня Гнязев отошел уже в дело, потому что, ну, возраст, немножко он приболел. Сегодня возглавляют его уже другую учебник «Даманской» событий, поэтому мы всегда тесно сотрудничестве. Но это встречи. У нас проходят различные методические совещания с этой организацией, с организацией «Боевое братство», которая возглавляет Смышников. И мы тоже все время у нас, и это встречи в центре патриотического воспитания. То есть осенью мы начинаем с семинаров, вот сразу составляем план, оговариваем встречи, ну и, конечно, сразу планируем появление этих замечательных людей в моей музейной комнате. Вот, это очень частые встречи, потому что, ну, вот, вам они не очень хорошо видно в мою музейную комнату, но здесь огромное количество стендов, и на фотографиях как раз вот все эти участники «Даманских» событий, «Даманских» событий. Также мы очень тесно сотрудничаем и с архивом города Хабаровска, и с музеями, вот как я сказала, что методистами. Мы все время на связи, мы либо по электронной почте друг другу сообщаем, либо это на звонки, либо это тоже семинары. Очень часто семинары в Краеведческом музее проходят. Ну, и вот так мы не остаемся без информации. Потом я сама очень проявляю такую активность, то есть я не жду, когда мне там позвонили или когда мне сообщили. То есть я все время спрашиваю, что у нас по плану, какие там у нас намечаются мероприятия. Ну, то есть своим, так скажем, примером нужно увидеть за собой своих учеников. Вот поэтому они такие. Да, ну, главный, наверное, вывод, который мы делаем по итогам наших лекций, это инициатива. Самое основное, самое главное в данной работе – это инициатива, проявление такой инициативы. И в случае поиска партнеров, и в случае взаимодействия с общественными организациями, именно со стороны педагогов, со стороны преподавателей, их учеников, это действительно очень важно. И не можем не затронуть тему, которой осветился нынешний год. Это тема все-таки перехода в дистанционное обучение, с которой столкнулись в начале года абсолютно вся Россия. В нынешней ситуации уже у нас есть возможность у каждого региона определять самостоятельно форму обучения, но все-таки продолжается нынешний год с некими такими изменениями. Расскажите, как повлияло дистанционное обучение, переход в онлайн на исследовательскую работу у школьников? Может быть, появились какие-то новые инструменты? Может быть, появились какие-то сложности? Было бы очень интересно узнать. Ну, конечно, Арина, были сложности, потому что и все-таки, когда ты сидишь с ребенком, и когда в твоих руках огромное количество материалов, потому что у меня очень много книг. Вот когда я заговорила о писателе Малаченко, он ведь не только пишет о себе, о героических ребенках, но и о нас. Поэтому я всегда показываю, ребята, ну вот посмотрите, как здорово, о нас написали, вот посмотрите, какие фотографии замечательные. Вот, и поэтому, ну, такое, наверное, примеры какие-то героические. Это нужно видеть ребенка, чтобы он меня слышал и видел. Поэтому, конечно, мы работали, мы участвовали во всех мероприятиях патриотических. Мы представляли работу в музейной комнате, вот так же в онлайн-режиме. Мы заняли второе место, у нас огромное количество грамот, дипломов. Именно с марта, апрель, май, весь летний период, ну и вот немножко сентября. Так мы сегодня учимся точно. То есть мы видим друг друга, мы общаемся каждый день. Поэтому было сложно, вот мне сложно. Я все-таки люблю работать с детьми, но мы работу не прекращали. Вот, это все равно было через электронную почту, это были телефонные звонки. Ну, даже встречи. Если разрешал администрация школы, то ребенок приходил, соблюдая все, маску. И даже мы с Кириллом Гуманюком, он писал работу, это мой лучший ученик девятого класса, «Правники-победители». И победил. Он был приглашен в Москву, это было в октябре месяце. Там в музее победы на Поклонной горе, из рук замечательного киноактера-режиссера Машкова Владимира, он получил диплом. Вот, это было очень приятно. Но для того, чтобы его подготовить к такому поездке, мы, конечно, встречались один на один, это было гораздо лучше. Вот, потом, когда к нему домой прибывало телевидение, мы тоже по этой работе снимали, то он приходил сюда, я говорю, возьму вот эту книгу, вот этот вот пенок слал. То есть, все равно мне нужно лучше работать с ребенком. Да, наверное, стоит еще отметить, что многие материалы по краеведению именно, они являются достаточно локальными, и не всегда их можно найти в открытом доступе в интернете, к сожалению или к счастью. И поэтому здесь для краеведов, наверное, особенно важен все-таки очный контакт и взаимодействие с литературой, с архивными документами. Это особенно важно. Поэтому желаем вам здоровья, в первую очередь, возможности продолжать очное обучение и занятий исследовательской деятельности с вашими учениками. Желаем как можно больше новых тем интересных и побед на конкурсах и фестивалях различного уровня. Большое спасибо за опыт, который вы сегодня передали нашим участникам, нашим зрителям. Уверена, что он пригодится им в построении их дальнейшей работы. Еще раз большое спасибо. До скорых встреч и до свидания. Я очень рада нашей встрече, нашим знакомствам. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...